Анатолий Токов против Магомеда Исмаилова, бывший чемпион ACB, боец команды Федора Емельяненко, обладатель несметного количества титулов по самым различным видам единоборств и множество побед над самыми крутыми бойцами, включая самого Александра Шлеменко, против чемпиона мира по ММА, самого первого чемпиона России по смешанным единоборствам, автора самых раскрученных и хайповых поединков последних лет, который побеждал Александра Емельяненко, Ивана Штыркова и Вячеслава Василевского. Сейчас поединок двух звезд российских смешанных единоборств собрал бы аншлаг. Миллионы просмотров в ютубе и тонны хайпа, ведь это настоящий супербой с очень громкой афишей. Но состоялся он на самой заре их профессиональной карьеры, когда Анатолий и Магомед были молодыми и подающими надежды проспектами, выступавшими на турнирах под эгидой M1 Global. Это произошло на турнире M1 Challenge 39, который проходил 23 мая 2013 года в Москве. Он был 23 лет. Он weighs 83.8 килограмм. Он находится 180 сантиметров tall. Он уникальный маршал арт-рекорд с 7 победами и 7 победами. Он уникальный в спорт в борьбе в борьбе в борьбе. Он уникальный в борьбе в борьбе в борьбе в борьбе. Он уникальный масштаб afterwards. Он питал в борьбе в борьбе в борьбе. Он уникальный шанс в Марsen и в борьбе в борьбе в борьбе. Он уникальный шанс в бусте и спорта Мама и в борьбе в борьбе прямо с полным москвами. Мармед Измаилов. И твой игрок – Марко Пруэссен. Ревая корня, центр ринг. Вы both know the rules, listen to my command. Protect yourself all the time, make a good match. Shake hands, step back to your corner. Well, our team is waiting very interesting. The opponents are different from the style, but also different from the level. One of the most discussed fights in the internet is Magdalena Ismailov and Aatolio Tokov. Two great masters, who have already been given many titles in different types of sports. They are not the same, who is the same, who is the same, who will be the same. In a very soon time, he, I guess, will even pretend to be on the title of M1 Challenge in the middle of the world. I agree. So, I agree. With the high level of these guys. Well, it's all about the same. Aatolio Tokov has been in the middle of the world. And here's Magdalena Ismailov. He has a coronary road in the middle. He is, in a way, very strong. Well, he physically just is very strong. Well, of course, he is. Well, of course, he is. He has a very strong focus. I'm not sure you will. But you can feel good. Well, it's a big goal. Well, he is. Well, it's too long. He has a big goal. He has a big goal. And now he has a big goal. He is to start, that's a big goal. He has a big goal. He has really seen his goals. ему противостоит человеку, у которого за плечами 8 профессиональных боев по смешанным единоборствам, который тренируется в Старом Осколе, который является победителем реалити-шоу Man Fighter 2-го сезона, где были очень непростые оппоненты. Ну, посмотрим. Он заходит все равно с ударом, заходит на позицию сбоку. Дальше что будет делать? В принципе, и часы, и Кимура он делает здорово, я имею в виду, Магомеда Исмаева. Вы видели, как он их исполняет? Добивает, добивает. Физически очень крепкий, но он и сильный, главное, очень. Магомед опытный, он работает по ситуации, есть возможность будет бить, есть возможность будет делать болевой. Кстати, этого не запустил он себе Анатолия за спину. Анатолий будет сейчас каравалить ошибку. Анатолий подбирался, подбирался, почти подобрался. Анатолий подождал моменты, прихватил, но вот у него нечистый бросок произошел. И сразу Кимура пошла, обратите внимание. Анатолий подождал моменты, прихватил, но вот у него нет фиксации корпуса, поэтому сделать ее боковым бойцом Магомеда Исмаева будет достаточно тяжело. Но при этом, смотрите-ка. Ну что, если сейчас таз довернет, кстати, может и пойти. Здорово взял Анатолий Токов. Фиксирует ногу. Переворачивать надо. Уперся Магомед Исмаилов. Перевернулся на свою собственную руку, контролирует ее, чтобы не было возможности ее свернуть. А что, он сейчас, если встанет чуть-чуть на себя, обратите внимание, тянет, 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 тянет. Здорово, здорово. Здорово. Вот вам Анатолий Токов. Бесподобно. Великолепная победа. Ну ничего себе. Вот это мастерство дождался одной единственной ошибки такого великолепного в бойцах Магомед Исмаилов и провел победный болевой прием. Анатолий Токов. Клуб Александр Невского, МК Стараскоу. Поздравляем. Ну да, безусловно, расстроили, конечно. Мастеру подобного уровня проигрывать, наверное, в войне обидно. Но Анатолий молодец. Додержал, дотерпел, скрутил, 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 скрутил. Дальше выдвинулась под себя руку, продол, а там все. Долго достаточно выводил, 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 не отпуская. Ну, ну классно. Это, конечно, классно. Это, конечно, просто изумительно. Александр, не обращайте внимания, сейчас у нас легкие просто именно помехи в гарнитуре. Гроза у нас сегодня. Да, да, да. Гроза. Штурмовое предупреждение в Москве. А у нас на ринге был вот такой вот шторм. Шедевр. Да. Маленький шедевр в исполнении Анатолия Токова, здесь по-другому не скажешь. Зал взрывается аплодисментами. Очень красивая победа Анатолия Токова. Анатолий, спасибо. Поздравление с победой, замечательный бой. Скажи, повлияло ли как-то на твой план на бой, то, что в самом начале он провел слэм, попытался оказаться сверху и так далее. Ну, я рассчитывал, что так и будет, но не думал, что так быстро. Магомед очень сильный, я как бы тренинг готовился в стойке, защиту от борьбы готовил. Вот, как бы, как получилось. Анатолия Токова. Еще раз поздравление и аплодисменты Анатолию Токов. Анатолия Токова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анатолия Токова.